Приветствую, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я расскажу про два набора из новой космической серии LEGO 2024 года. Это два вездехода. В этой серии довольно много наборов. Конечно, хочется посмотреть на все, но все вместе это все много стоит. Плюс еще много вышло новинок техник. Короче говоря, пока что остановился на вездеходах, потому что вездеходы ассоциируются сразу с какими-то крутыми наборами из старых космических серий. Там первая половина 90-х, конца 80-х. И эта ассоциация, она во многом вызвана вот этими вот колесиками. Эти колесики, как сказать, не совсем среднего размера, не третий по величине. Насколько я знаю, там были совсем маленькие, были немножко побольше. Вот эти и были еще довольно редкие колеса большего размера. Но, короче говоря, эти колеса довольно большие, вот брутально смотрятся. И они точно такие же, как, например, вот в этом наборчике 89-го года. Причем у меня есть основания полагать, что эти колеса прямо от этого набора. То есть они были произведены примерно там в конце 80-х. А вот эти, да, колесики произведены были, видимо, в начале 24-го, либо в 23-м году. Ну и на первый взгляд они выглядят абсолютно одинаково. В общем, да, ностальгические чувства присутствуют. И сегодня мы посмотрим, получилось ли у LEGO сделать так же круза, как раньше. Сегодня начну с большого набора. 60-432 командный ровер с каким-то, значит, погрузчиком-краном. 758 деталей в этом наборе, согласно официальному сайту, такая довольно длинная, скажем так, коробка. Но при этом не толстая и не высокая. Ну и на этом будем открывать. Посмотрим, что там у нас внутри. Вот, орнитоптеру 18 Plus набору не достался конверт для инструкции. А вот в систем наборе 7 Plus, вот, пожалуйста, инструкция защищена как положено. Но странно ведь, правда. В самой инструкции нет ничего примечательного. Сразу начинается сборка, в конце список деталей. Лист с наклейками удивил. В положительную сторону совсем мало наклеек, они довольно мелкие. Шесть нумеровных пакетов с деталями в наборе и один ненумеровный. Вот такой вот большой пакет, в котором, естественно, 8 колес нашего ровера будущего. И еще одна белая арка. Кажется, это не первый космический набор сити, в котором мы видим арку от Defender в белом цвете. На первом этапе сборки собираются небольшие элементы. Вот такой вот робот. Выглядит симпатично, но как-то у него назад сдвинут центр тяжести. Ну, для игры, понятное дело, пойдет. Можно по-разному тут и ножками у него шевелить, и ручками. Сзади, кстати, принтованный тайл круглый один на один с батарейкой. И она даже немножко как-то блестит. Да, пока наклейки еще не нужно было приклеивать. Но я их и не планирую. Ну, в общем, принтованные детали в наборе тоже есть. Вот я к чему. Два таких вот, хотел сказать, пришельца. Но, скорее всего, это не пришельцы, а, так сказать, жители своей планеты. Аборигены. Такие вот улыбающиеся трехглазики. Прикольные. Также вот такая штука была собрана на первом этапе. Некий элемент ландшафта инопланетного. Красивые вот эти вот прозрачно-фиолетовые кубики. Очень мне нравятся. Ой, я только что заспойлерил. Здесь еще функция, да, будет вот. Можно эту скалу вот так вот отломать. И там будет вот какой-то мега-кристалл. И тут еще один кристалл. Уже одной деталью. А тот собран из большого количества деталей. Ну, опять же, да, дань традициям, какая лего-серия без кристаллов. Первые мини-фигурки тоже уже собраны. Вот такой вот товарищ с принтованным каким-то дисплеем прозрачным. У этого забрала на шлеме не открывается. Сзади какой-то ранец. И второй товарищ уже с открывающимся забралом. Здесь еще одна, кстати, принтованная деталь. И тоже прикольный деталик один на два. И вот принт такой, я бы сказал, в стиле старых космических серий. Простой, но стильный. И такой какой-то сканер, собранный из нескольких деталей. И тоже подразумевается, видимо, дисплей. На втором этапе собирается вот эта вот штука. Какой-то отсек. Здесь у него, ну, видимо, шлюзы. Но, по сути, просто дырки с торцов. Верхняя часть для игры открывается. Это стекло. Вот такое. Оно как бы может быть установлено вот таким образом. Сверху пупырки. А эта часть как раз-таки прикрепляется к пупыркам. Но здесь оно использовано просто вот так вот, как открывающийся элемент. Там еще один кристалл, какой-то дисплей. Ну, видимо, какие-то исследования проводятся с этим кристаллом. Ну, и в целом, вообще, пустоватый отсек, честно говоря. С этой стороны вообще ничего нету. С одной стороны, место для мини-фигурок. Ну, вот вдоль этой стенки точно можно было еще какие-нибудь приборчики там или что-то еще разместить. Ну, в общем, да, пустоватая штука. А сам вездеход мы начинаем собирать только на третьем этапе сборки. И вот результат третьего этапа сборки на ваших экранах. Конструкция большая, но довольно простая. И, глядя на эту штуку, уже закрадываются некоторые грустные мысли касаемо функционала этой модели. Следующий этап завершен. И по сборке особо нечего комментировать. Она простая и прямолинейная. Чего еще можно ожидать от набора с возрастной категорией 7+. Вот добавился еще один, да, слой укрепляющих балок. Все как бы просто, надежно. Можно гвозди забивать. Сборка закончена. И надо сказать, что вездеход этот визуально не очень-то и большой. Сколько я там сказал? 750 деталей. Ну, да, большая дырка в центре будет закрыта отдельно собранным модулем, на который пошло много деталей. Плюс большой кусок ландшафта съел детали. Плюс, например, шестой этап полностью посвящен декорированию колес. То есть, вот тут куча деталей внутри еще в каждом колесе. И все это вместе целый отдельный этап сборки заняло просто декорирование колес. Тоже огромное количество деталей на это съелось. Поэтому, да, вот результат такой не очень большой. Давайте по порядку. В наборе у нас получается 4 мини-фигурки. Мини-фигурки такие, в общем-то, забавные, стильные. Разные, видимо, специализации у них. Есть вот в зеленом шлеме товарищ со сканером, который мы уже видели. Есть два в синих шлемах. Один со сканером и второй или вторая без всего. Кстати, интересно, тут как принт гарнитуры сбоку на голове. Не обращал внимания до этого. Если и были уже такие, то я не видел. И вот такая вот мини-фигурка с таким вот интересным шлемом, более сложной формы. Я фотографию, конечно, вставлю. И с таким вот типа экзоскелет, не экзоскелет, но дополнительные манипуляторы, закрепленные на спине. Также дополнительный дроид, робот и два чужих Эллиан Альф. Точно, старина Альфер. Но нет, это должен быть коричневым и лохматым. Ландшафт уже видели. Эту штуку уже видели. И теперь, собственно, ровер. Давайте сначала посмотрим на него, так сказать, на отдельные его элементы. Ну, тут всякие есть фары спереди в большом количестве. Снизу, сверху. Вот это вот деталь ленд-ровера. Как бы декоративную такую функцию играет. Колеса декорированные. Ну, да, в движении смотрится, наверное, интереснее, чем просто черные колеса. Но, повторюсь, огромное количество деталей на это ушло. Ровер, да, можно катать. И, собственно, все. Да, у него жесткая рама, у него нет ни рулевого управления, ни подвески. Это просто вот такой вот цельный кирпич. И у меня огромный вопрос, конечно, в связи с этим, к этому набору. Ну, чуть позже. Сзади олдскульные контейнеры. Прямо вот такие, как были в 90-х. С такой вот крышкой, через которую можно тайлики 1х2 внутрь класть. Были бы они еще принтованные, вот эти крышечки. Я бы вот прям дополнительное очко дал бы этому набору. Но, да ладно, хорошо, что эти контейнеры есть. С точки зрения игры. Это здорово. Здесь у нас также есть вот такие вот интересные крышки. Возможно, новая деталь. Такая вот странная. Ну, здесь под клипсы, да, у нее трубочка. И здесь можно прикрепить что-то. Здесь у нас принтованные тайлики с логотипом космоса. И это у нас такие вот топливные элементы. Прикольно, да, сделано. Снова здесь принтованные тайлики с батарейкой и какими-то еще дисплеями. И вот такие вот фиолетовые прозрачные цилиндры. Ну, выглядит здорово, интересно. Как элементы игры тоже. Кабина. Кабина открывается. Кабина просторная. Наверное, много человечков можно туда посадить. Давайте просто начнем с одного, чтобы проверить, что кабина нормально закроется. Штурвал есть у нас здесь. Там какие-то должны были быть еще пульты наклейками. Это, конечно, я не одобряю. Уж вот лежат принтованные всякие тайлики в наборе. Но положите еще парочку принтованных тайликов, чтобы кабина пояселее смотрелась. Ладно. Ну вот, закрылась кабина. Соответственно, можно посадить рядом фигурку. Можно и сзади, если снять. Там вот эти вот большие экзоскелеты, части с клешнями. В общем, четыре мини-фигурки спокойно должны, да, разместиться, по идее. Хорошо, что кабина, да, открывается на петельках. Они съемные, как это часто бывает. За это однозначно набор лайк. А вот за что дизлайк? За этот кран. Это просто нечто. Вот такой маленький кран, он уместно смотрится вот, не знаю, в арктическом грузовике, который я очень люблю, старый наборчик. В каком-то, наверное, Ратраке или другом тоже арктическом наборе новом был такой. Короче говоря, для такого большого вездехода это просто позорище. Вот он болтается весь. Да, они сделали, что его можно из стороны в сторону вот так вот перемещать. Но это смотрится настолько дешево. Ну, просто. Ну, вот что это? Ужас. Просто ужас. И единственное, что им можно делать, это вот эти вот топливные элементы. Поднимать. Ну, и, видимо, я даже не пробовал пускать. Ну, да, до земли достает. Это продумано. А в центре есть отсек для вот этого модуля. Вот он туда вставляется. Кстати, из кабины туда как бы есть переход. Ну, туда подлезть непросто, по крайней мере, моими пальцами. Но, возможно, ребенок, да, сможет как-то играть с этим. То есть, вот сюда можно помещать человечков, там пропихивать их как-то по необходимости в основную кабину. Это хорошо все. Но этот модуль, как бы этим краном его никак не погрузить. Видимо, логика такая. Покупайте большую базу с краном, тогда вы, возможно, сможете грузить этот модуль. Правда, я не уверен. Здесь нет никаких проушин, чтобы его зацепить краном. Поэтому, возможно, даже большая база не поможет. Чтобы его изъять, здесь есть вот такие вот ручки. Я сначала не понял, зачем они. Вот они выталкивают немножко модуль наверх, и его можно вынуть. Там просто техник-элемент. И он как клювом наверх, да, выталкивает эту конструкцию. А кран, ну, он вообще бесполезен. Ну, батарейки вот эти вынимать, ну, я не знаю. Здесь в таком огромном наборе вездеходит должен быть нормальный кран, который вот эти модули может погрузить и вынимать. Тогда было бы нормально. Ну, кран – это просто позорище, на мой взгляд. Ну, а теперь про главное разочарование. Огромный восьмиколесный вездеход. 750 деталей. Нет ни рулевого управления, ни какой-то хотя бы там качающихся мостов. Какого-то подобия подвески. Все, что можно, это просто его катать. То есть это просто кирпич вот с какими-то такими дополнительными функциями, типа вот этого вот ужасного крана. Ну, и по сути, вот полезная функция. Можно открыть кабину, ну, и открыть модуль. По большому счету. Нет, играть всем этим можно, я не спорю. Но это огромный набор, как бы, и, ну, здесь как минимум рулевое управление-то уже должно быть. Возьмем сейчас секундочку, чтобы ничего не заспорить. Набор 91-го года. Всего лишь шесть колес на два колеса меньше. Деталей 196 в этом наборе. Здесь есть рулевое управление. И здесь еще есть подвеска. Поверьте вы мне или нет. Я сейчас не буду это показывать и спойлерить. Скоро выйдет подробный обзор этого набора, где я соберу этот набор и расскажу о всех его невероятных функциях. 91-й год, да, повторяюсь, набор гораздо меньше. И здесь есть и рулевое управление, и подвеска. Идем дальше, друзья. 89-й год. Всего четыре колеса осталось от восьми, с которыми мы сравним. Здесь тоже есть рабочее рулевое управление. Тоже сейчас не буду спойлерить. Обзор на этот набор тоже очень скоро выйдет на моем канале. Обзоры вот этих старых наборов я уже давно снял. Осталось только, так сказать, удобный, неудобный, в удачный момент времени выложить. Ну и этот момент как раз настает после обзора новых вездеходов. В общем, да. А в этом наборе вообще сейчас, одну секундочку, у меня открыта страничка на бриклинке. 134 детали всего в этом наборе. Есть рулевое управление. Ну и вот такая же полезная функция открывающейся кабины. Ну, не только. Даже более того, в новом наборе, шестиколесном вездеходе, и то есть подвеска. Рулевого управления, насколько я знаю, нет. Но, как минимум, в этой части, в плане ходовой, даже этот набор, который намного меньше и намного дешевле, интереснее, чем вот этот кирпич. Ну и сейчас мы вот эту штуку откроем и тоже соберем. Итак, набор 60431, 6+, космический исследовательский ровер и инопланетная жизнь. Все те же зеленые чубрики, глазики на ножках. Коробка намного меньше. Размер колес такой же, как у большого ровера. Все те же олдскульные колеса. О, бумажные пакеты, колеса, инструкция. Тут уже без конверта. В этих наборах новых LEGO постоянно вот какие-то бумажки отлетают. Может, при распаковке вот отрывается откуда-то. Ну, короче, постоянно какой-то мусор еще в коробках. Что еще? Еще одна, видимо, инструкция. И на этом пока все. Ну, тут все понятно. Вот из первой книжечки собирается дополнительный ландшафт. А из остальных пакетов со второго по четвертый собирается сам вездеход. И пока я не вижу наклеек. Сборка закончена. Начнем с мелочи. Две мини-фигурки в этом наборе. Такая мини-фигурка с фотоаппаратом. А также с каким-то биноклем или что-то вроде того. Плюс вот такой вот маленький кусочек ландшафта. Можно в эти норы, гнезда посадить вот этих человечков. Ну, человечков. Ну, не совсем человечков. Ладно. Вот так вот это выглядит. Не замысловато, но для игрового процесса пойдет. Ну, и, конечно, кристалл. Куда без кристаллов. Плюс вот такой вот робот. У него что-то вроде прожектор или камера. Ну, наверное, камера. Зачем роботу просто с прожектором? И сзади тоже топливный элемент. С этим вот тайликом, принтованным с батарейкой. Какая-то новая мода пошла в Лего. И, конечно же, жемчужный набор в кадр не поместилось. Вот так гораздо лучше. Шестиколесный вездеход. Хорошо катается. Первая функция, которая на самом деле расстроила. Это открывающаяся кабина. И в отличие от большого ровера, кабина не на петельках сделана, а снимается вот так вот в двух частях. Это на самом деле, на мой взгляд, минус. Мне не нравится, когда так делают. Вот в ровере же сделали, в большом. На петельках все как положено. Почему здесь нельзя было сделать? Можно было сделать, чтобы навык открывалось. Если неудобно было назад. Ну, в общем, да. Записываем в минус. Двухместная кабина. Обе мини-фигурки. Можно сюда поместить. Плюс в задней части есть еще открывающийся люк-рампа. Сейчас покажу ее чуть-чуть покрупнее. Это, да, какая-то, возможно, новая деталь. Большая, с дыркой. Может и не новая. Их столько сейчас. Видимо, вот этого маленького дрона сюда можно положить. И когда мы открываем рампу, он вываливается. Да, не самая бережная разгрузка. Ну, какая уж есть. А, ладно. Здесь по бокам топливные элементы. Похожие на те, что были в большом. Да, ну, в большом ровере они были четверные. Тут двойные. А вот в этом дроне одинарные. Ну, да. Не самое удачное расположение, конечно, аккумуляторов. На каких-нибудь неровностях. Можно их легко потерять. Или какие-нибудь пришельцы похитят. В общем, аккумуляторы. Источник энергии, источник жизни вездехода. Лучше бы как-то спрятать поукромнее, кажется. Антенка. Принт с логотипом космоса. Ну, и самая вкусная часть этого набора. Это, конечно же, подвеска. Мы видим здесь амортизаторы. Амортизаторы мягкие. И я в таком цвете не встречал. То есть, вот эта вот часть черная. А эта часть золотистая. Независимая подвеска спереди. Плюс сзади у нас независимые две такие качалки. И это все укреплено вот этими вот осями на пять со стопом. Они туда довольно глубоко входят. И, ну, чтобы эти тележки не так легко было оторвать. Ну, и подвеска эта, благодаря большим колесам, очень даже хорошо работает. Если просто его катить, то передние колеса не очень эстетично проходят препятствия. Задние качалки, естественно, хорошо работают. Но если немножко задавливать ровер, то вот отлично. Можно посмотреть, как независимая подвеска отрабатывает. Отлично. Прям очень приятная функция. Очень круто сделано. Да, рулевого управления здесь нет. Но, как минимум, вот эта подвеска, это, по-моему, отличная функция. И если вам кажутся знакомыми вот эти вот детали в новом марковном цвете, то это не что иное, как большой техник руль. И в этом наборе их шесть штук. Ну, и давайте попробую подвести итоги. У меня были большие ожидания от этого набора. Ну, потому что, вот, здоровый восьмиколесный вездеход, да. Но, по факту, на мой взгляд, это очень слабая модель. И вот этот вот вездеходик намного интереснее. Я не помню, сказал я или нет. В нем 311, по-моему, деталей. В этом 758. И при этом вот этот вот стоит в три раза дешевле, чем вот этот большой. Ну, кто где как может найти. Но вот официальная цена на официальном сайте у этого 70 евро. И я где вот смотрел, почему-то я его особо со скидками не видел. Этот я приобрел за 23. В три раза дешевле. Ну, практически ровно. Но при этом у него есть подвеска. То есть им гораздо интереснее играть. Этот просто вот, да, никакой подвески, никакого рулевого управления. Так, к сожалению, рулевого управления тут нет. Но, как минимум, с подвеской уже веселее. Ну, а функции, ну, тоже кабина открывается. Человечков можно сажать. Есть вот эти вот пришельцы, небольшой кусочек ландшафта. То есть по игровому потенциалу он, ну, не сильно проигрывает вот этому. Но в три раза дешевле. И всего на два вот этих вот колеса меньше. Я вот, да, следующая моя мысль. Вот этот вот набор, ну, можно брать, наверное... Ну, если там как игрушка вам нравится, и вы готовы потратить эти деньги, то ладно. Ну, вот, наверное, с этими вот восьми колесами можно сделать кучу своих самоделок, вездеходов. В этом плане вот этот набор можно взять на детали. Если у вас есть еще какие-то свои детали, ну, например, нет вот этих прикольных колес. Колеса прикольные. Но, опять же, если у вас есть свои детали, то в этом наборе всего на два колеса меньше. Ну, шестиколесных вездеходов тоже можно настроить большое количество. И все они будут крутые, в зависимости от вашей фантазии. Неповторимые. А не просто вот такие вот кирпичи без всего. То есть по части ресурсов этот набор тоже не сильно проигрывает. При том, что его брать намного выгоднее. Вот такие вот выводы я сделал для себя. После того, как собрал эти два набора, к сожалению, да, вот минус этого набора, что у него кабина не на петельках. Повторяюсь, уже для меня, на мой взгляд, это серьезный минус. Этот набор можно было сделать лучше. Но все равно он у меня оставил гораздо более приятные впечатления, чем вот эта здоровая штуковина. Про вот эти наборы в ближайшее время выйдут. Видео на моем канале, не пропустите. А этот набор, ну, он настолько, как сказать, не знаю, разочаровал, что я даже не знаю, что с ним сделать. Либо просто попытаться моторизовать, ну, и добавить, соответственно, хотя бы рулевое управление. Либо вообще сделать, разобрать его, сделать что-то свое на вот этих же, естественно, колесах. Такой вот формат восьмиколесного, четырехосного вездехода. Пока не знаю. Но напишите в комментариях. Свою осенью, да, почитаю ваше мнение. Что вы думаете, как лучше распорядиться деталями этого набора. Пытаться оставить плюс-минус неизменный облик. И добавить вот какие-то более продуманные функции. Ну, или вообще действительно сделать что-то свое. Систем самоделки я, не знаю, вообще не собираю или собираю очень редко. И да, космос, это прям такая, да, теплая тема. Вызывает ностальгические всякие воспоминания. И я бы, наверное, с удовольствием занялся разработкой собственной модели, скажем так, на базе этого набора. Ну и на этом, друзья, я буду заканчивать. Спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто поддерживает мой канал на Boosty. Оставлю под видео, как всегда, ссылку. Кому нравятся мои видео, кто хочет поддержать автора, то есть меня, можно перейти на мою страничку, да, и поддержать канал донатом. Спасибо за внимание. И до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok